Доброго здоровья, с вами снова я, и сейчас реальная история из жизни. Вот странное сообщение из посёлка Дальнегорска на Дальнем Востоке. Зимой 1989 года, в один из дней, когда над посёлком наблюдалась особая активность неопознанных летающих объектов, в квартире гражданки Ка произошло следующее происшествие. Которое я приведу без комментариев. Живёт она вместе с мужем и двумя детьми на первом этаже пятиэтажного дома. Вот как рассказала обо всём она сама. После 18 часов я отправила своих детей, Петю, 4 класс, и Аню, 5 класс, в универсам. Где-то через 20-30 минут раздался звонок в прихожей. Я открыла дверь, и в прихожую вошли мои дети, но странно одетые, серебристого цвета комбинезоны. А на голове было что-то вроде шлемов. В том, что это были мои дети, я не сомневалась. Их лица, рост, цвет глаз, голос. Они молча стояли и смотрели на меня. За всё это время они не сказали ни слова и не издали ни звука. Я стал на них ругаться. Почему так долго ходили в универсам, и почему ничего не купили? Что за наряд? Дети молчали. Не обращая внимания на меня, прошли мимо меня в комнату. И я следом за ними. Они подошли к стенке, стоящей направо в комнате, и стали что-то делать. Вроде как фотографировать. Были слышны щелчки и видны вспышки света. Так, много раз щелкая и совершая вспышки, они обошли всю комнату по периметру и остановились у дверей из комнаты в прихожую. Я подошла к ним ближе и снова стала ругаться. Почему, мать, разыгрываете? Схватила шланг от пылесоса. Пылесос стоял рядом, так как я делала уборку дома. И замахнулась на них, пытаясь ударить. Не помню, ударила или нет, так как оказалась на полу. Быстро вскочила голова, сильно болела, а на лбу огромная шишка. Я стала снова на них кричать. Мать, бьете? Они стояли молча и смотрели на меня как-то странно, зло и недобро. Тут я почувствовала что-то не то. Наверное, это не дети мои. В это время раздался звонок. Я пошла открывать дверь. На пороге стояли мои дети с покупками и нормально одетые. Я смотрела на них, ничего не понимая. А затем сказала, что в комнате стоят такие же дети, как вы. Мои дети разделись, смотрели на этих детей. А те стояли и смотрели на них. Затем дети, синхронно повернувшись, пошли вдоль стенки к окну. И исчезли, как будто растворились. Ещё одна деталь. Как бы заключительный аккорд этого происшествия. Когда после этого Аня подошла к телевизору и включила его, на экране появилось статичное чёрно-белое изображение её матери с пылесосом. «Мама, тебя по телевизору показывают». Но пока та шла в комнату, изображение стало таять и через секунду исчезло. На экране появились обычные цветные изображения передачи, которые шла в то время. На этом история заканчивается. И у вас появились вопросы. Кто это? Что это? Как это возможно? И вы думаете, у меня есть ответы? Но немного есть. Но я сам ещё в процессе разгадывания этой ситуации, потому что вот этим человеческим умом здесь всё понять очень и очень трудно. Но что-то я вам приоткрою. Но что меня заинтересовало, это возможности, какими обладают эти существа. То есть они могут принимать форму человека. В точности ту, которую наблюдают вовне. То есть они могут стать копиями человека. Хотя не полными, потому что одежду они предпочитают сохранять именно свою, какая им удобнее. Но физическое тело они могут повторять в точности. Эти возможности когда-то будут доступны и человечеству. Но это время ещё очень далеко впереди. До него ещё надо дозреть каждому из нас. Но вы ещё спросите, что же они делали в комнате? Что за щелчки, что за вспышки там были? Отвечу, что этот дом был построен на территории, когда-то занимаемой их объектами, но немного в смещённом пространстве. Слово «их» я возьму в кавычки, потому что он не только «их». Но им надо было узнать информацию, а также снять энергоинформационный след. Но не только это, я ещё не могу понять. Когда-то давно на этом месте было сооружение, которое выглядело… Вот сейчас вам нарисую примерно, как… Сейчас, как… Руками попробую изобразить. Вот смотрите, цилиндр, большой цилиндр, который сверху закругляется в полусферу. Он был построен на месте, на котором… Знаете, как источник, источник энергии, который бьёт ключом, вот как вода в этом месте. Он накрывал этот источник и использовал… Так, там энергия преобразовывалась. Я не совсем понимаю, что за преобразователь стоял на этом месте. Но это место, особенно эта комната, была раньше использована для накопления энергии, а также на использование её по назначению, по нужде тех существ. Потом он был разрушен. Так, потом было организовано… Так, военные действия были, но… И разрушен очень давно, то есть это не… Сотни лет назад. Так, у вас ещё вопрос, наверное, что происходило, почему, что они сделали с ней, когда она замахнулась на них шлангом. Сейчас даже зачитаю этот кусок. Схватила шланг от пылесоса, пылесос стоял рядом, так как я делала уборку дома и замахнулась на них, пытаясь ударить. Не помню, ударила или нет, так как оказалась на полу. Быстро вскочила, голова сильно болела, на лбу огромная шишка. Я стала снова на них кричать «Мать, бьёте!». Ну, они не били, а эта шишка образовалась от удара головы о пол. И вы спросите, что они сделали? Они использовали агрессивную энергию перед тем, как она попыталась её использовать против них. Эту же энергию они использовали на возврат этой женщине. Эта энергия мгновенно вернулась к женщине, то есть ударила её, и она потеряла равновесие. То есть сбила с ног. Своя же энергия агрессивная. То есть произошёл мгновенный возврат. И поэтому она упала, просто упала, потому что была сбита волной энергетической. Они отразили и ей её агрессию, и она удалилась головой. Есть существа, против которых не только бесполезно, а опасно для себя применять и даже пытаться думать негативно. Потому что чем выше вибрации у существа, тем раньше возвращается то, что мы к ним пытаемся отправить. И если мы отправляем доброжелательность, любовь, то и возвращается к нам тут же это. Плюс усиленное имя. Ну а здесь женщина не знала технику безопасности и получила возврат мгновенный. Интересная история, даже я ещё думаю о ней, и ещё не всё понял. Но так как вопросов от вас ещё не поступало об этом, мне и не на что отвечать, поэтому думаю здесь закончить её обсуждение. И если с вами происходит, или происходили, или вы были свидетелем, или читали, изучали какие-либо подобные истории, можете писать о них в комментариях под этим видео. На этом я с вами прощаюсь, но только до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok